Привет, друзья и коллеги по хобби! Видео снято при поддержке магазина Экориф. Магазин Экориф – это отличнейший магазин по морской аквариумистике. В нем вы сможете приобрести топовое оборудование, крутейшие кораллы и всевозможную химию и корма для содержания вашего морского аквариума. Ссылочку на этот магазин я оставлю в описании. Ну что, друзья, наконец-таки в мои руки попал топовый светильник, по мнению большинства риферов в мире. Это Radeon XR-15 шестого поколения, то есть последнего. Есть еще XR-30, он больше и в два раза мощнее. Также их две версии Blue и Pro. Blue, по мнению моряков, предназначена больше для выставочных каких-то аквариумов, либо фраговиков. Потому что там в основном синий такой выровеглазный спектр, благодаря чему кораллы подсвечивают с яркими цветами. То есть прям флюр получается офигительный. Прошка рассчитана на основные аквариумы, потому что благодаря набору светодиодов, которые дают теплый оттенок, можно добиться более естественного спектра в вашем рифе. В общем, это топовый светильник, по мнению большинства риферов. И, наверное, он самый желанный. Вот те моряки, которые только начинают и заходят в хобби, наверное, мечтают о таких светильниках. Потому что, скажем так, штука эта довольно дорогая. Конечно, покупая такие светильники, человек подходит к выбору осознанно. Как правило, люди уже знают, чего хотят от этого светильника. Ну, скажем так, в бухте-барахте никто не покупает светильник за 45 тысяч на банку 50-50 сантиметров, грубо говоря. То есть, в любом случае, человек уже знает, что он покупает. Ну, так что? Что же мы тут имеем? У нас такая красивая коробочка с голограммкой. Коробка, кстати, была опломбирована. Что же мы тут имеем? Светильничек у нас на 90 Вт. У нас тут присутствует 8 управляемых каналов. То есть, каждый цвет управляется в отдельности. У нас тут по диодам, допустим, 8 диодов холодного белого, 16 диодов Royal Blue, 8 диодов Blue, 2 диода Red, 3 диода Green. И дальше у нас по нанометрам идут 2 диода 395 нанометров, 1 диод 405 нанометров, 2 диода 415 нанометров, 4 диода 430 нанометров и 4 диода тёплого белого света. Ну, диодов на самом деле дофига. И все они как бы управляются, да, то есть по отдельности каждый канал. Соответственно, светильник управляется через телефон, либо планшет, через приложение Mobius. Забегая вперёд, хочу сказать, что это довольно крутое приложение. Оно красивое, довольно удобное. То есть, я сразу в нём разобрался, в принципе, ну, как хотя бы пресет выставить, да, самому ему пресет донастроить. У меня лично затруднений не возникло. Также хочется отметить, что с коннектом этого светильника к телефону тоже никаких проблем не возникло. Он законнектился буквально сразу. То есть, я как только я включил приложение, включил светильник, они друг друга нашли. И, по-моему, собственно говоря, подключился. Ну, так что, наверное, давайте приступим к распаковочке этого светильника. Что у нас тут получается? Встречает нас что? Мягкий такой материал, чтобы светильник не болтыхался там. И, собственно, сам светильник. Так, мне немножечко неудобно. Вытаскиваем этот светильничек. Провод у нас находится там, в коробочке. То есть, нам его нужно. Давай-ка, провод. Так, давайте-ка, пока коробочку берём. Что у нас по внешне дизайн, да? Ну, квадратик такой. Дизайн, на самом деле, очень симпатичный. Светильник, скажем так, довольно тоненького габарита. Радиаторы охлаждения я вижу хорошие. То есть, если вам вот это видно, там длинные радиаторы охлаждения. Кстати, есть три кнопки. И даже этими кнопками можно управлять кое-как светильником без помощи приложения. Кулер охлаждения довольно интересный. Форма, сеточка. Выглядит довольно дорого. То есть, и вот такая вот у нас матрица. Там присутствует, точнее, не матрица, а линза. Интересные формы. Выпуклые такие полусферочки. И, блин, всё, начиная от болтов, заканчивая вот этой линзой, выглядит довольно дорого и качественно. Единственное, что по внешнему виду мне сразу не нравится, это вот эта вот глянцевая поверхность. Она заляпывается буквально мгновенно. Только ты его достал из коробки, он уже весь заляпанный. Соответственно, глянец, который ты будешь протирать салфеткой, будет царапаться. Это не очень удобно. То есть, могли бы сделать матовую. Я не знаю, зачем глянец. Ну, блин, это непрактично абсолютно. Так, помимо светильника у нас в комплектации провод питания сетевой. Дальше у нас идёт блок питания. А блок питания провод не длинный, но это компенсируется тем, что у самого светильника довольно длинный провод. Мы это сейчас посмотрим. Так, блок питания. И вкручивающиеся такие держатели для подвесов, которые вкручиваются вот в эти вот отверстия в болтах. И туда либо тросик, либо я не знаю что. Ну, в общем, подвеса как такового в комплекте нет. Дальше у нас макулатурка. Это быстрый гайд по настройке приложения. Никакое именно приложение. В общем, быстрый гайд по подключению и по управлению вот этими вот кнопочками на самом светильнике. То есть, ну, всё, конечно же, на английском сделано. Сделано. Написано на английском языке. Но я думаю, тут тоже с сознанием английского языка ни у кого каких проблем не возникнет. И, в принципе, вот она наша вся комплектация. То есть, светильник, блок питания, сетевой шнур. И вот эти вот болтики, которые у меня высыпались. То есть, они вкручиваются. Вкручиваются. И к ним уже в отверстия просовывается трос. И их можно подвешивать. К сожалению, для этого светильника родные крепления на аквариум, либо рельса вот эта, да, довольно дорогие. Потому что и сам светильник недешёвый. И вот эти крепления тоже дорогие. И я, кстати, много раз видел, когда у человека, скажем, радики висят вот на вот этих вот родных креплениях просто на чёрных стяжках. То есть, у кого, тем более, верх тумбы закрыт над аквариумом, да, и там какие-то рельсы установлены, просто прифигачивают их чёрными стяжками и не заморачивают с креплением. Но то, что вот эти вот штучки идут в комплекте, это замечательно. Эта штука просто необходима для подвеса этого светильника. Ну так, давайте-ка посмотрим длину нашего провода. То есть, именно вот эта длина провода должна быть большая, чтобы его было удобно подвесить и спрятать провод за аквариум, либо на рельсе. Ну, тут, смотри, тут, наверное, два с половиной метра точно, а может быть и три. Два с половиной, наверное. Короче, провода более чем достаточно. Единственное, что мне немножечко не нравится, это то, что провод не разъёмный на самом светильнике, да. Мне всё-таки больше нравится, когда ты вставляешь разъём в светильник. А тут он, ну, не вынимается. Это, наверное, небольшой минус. Итак, быстренько пробежимся сразу по качеству сборки, да. У меня никаких вопросов не возникает, кроме вот этого провода. Наверное, мне хотелось бы, чтобы он был разъёмный. Ну, что имеем, то имеем, как бы, да. Так, в принципе, всё супер. И линза такая, из какого-то, знаете, такая немножко шершавенькая. Софт-тач, так скажем. Не, выглядит вообще бомбически на самом деле. Ну, не зря большинство моряков в мире выбирают именно вот эти светильники, Родионы. Хотя много кто, поюзав Родионы, переходит на какие-то другие светильники, ищет для себя что-то получше. Я вчера его уже немножечко поюзал, так скажем, из коробочки. И что хочется отметить. Софт великолепный, он красивый. Там есть готовые пресеты. Настраиваются 8 каналов, как хочешь. Плюс там есть ползунок. Выставлять температуру по Кельвину. Вообще очень просто. Там всякие эффекты. Но эффекты, в принципе, это ерунда ненужная. Короче, по настройке, по подключению вообще никаких проблем. Всё круто и здорово. Ну, естественно, светильник за такую цену. Я думаю, что и программисты, и инженеры постарались на славу. То есть, светильничек на самом деле топовый, интересный. Картинку пока сейчас я ещё на аквариум его не вешал. Но многие говорят, что шик-блеск. Хотя у нас в России тоже есть люди, которые с этих светильников перешли на другие, допустим, какие-то набимцы. В общем, люди всё равно ищут что-то более крутое. То, что их восприятие подходит больше, чем, допустим, те же самые радио. Давайте повесим его над фраговичком. Посмотрим на ту картинку, которую он даёт. На тот красивый софт, который есть у него. И, в принципе, я уже перейду к достоинствам и недостаткам этого светильника. Ну что, друзья, запускаем приложение Mobius. Вот такое вот оно у нас красивое. В общем, нас встречает. Мы можем выбрать свой девайс. Можем выбрать готовые пресеты. Но нам сейчас это не нужно. Допустим, здесь мы выставляем точки рассвета и заката. Вот он у нас, график. Мы выбираем точку. И мы на эту точку уже накидываем какой-то спектр, допустим, какой захотим. То есть по интенсивности, как захотим. То есть у нас отдельный ползунок на интенсивность. Отдельный ползунок по кельвинам. Температура. Это, кстати, по кельвинам довольно удобно. Чтобы каждый не дергать ползуночек. Ну, если захотели, каждый немножечко подергать, да? Допустим, типа дневной спектр. Вот такой у нас будет дневной спектр. То есть, ну, любой канал мы настраиваем, как захотим. Если мы не хотим настраивать каждый канал в отдельности, да? Мы берем вот этот ползуночек и двигаем его, как нам надо. То есть выставляем температуру по кельвинам. Ну, и также интенсивность. И сохраняем на эту точку этот спектр, так скажем. Вот сейчас нам сохранять ничего не надо. Плюс тут у нас получаются всякие фишки типа ColorCycle. Допустим, сейчас включили его. И светильник нам будет показывать цвета. Какие вот у него есть. Просто такой демо-режим. Таким демо-режимом только рыбу в ступор вводить. Какой-то диско-режим. Ну, это все просто так, игрушки какие-то. Типа режим грозы. Ну, на мой взгляд, это абсолютно ненужные игрушки. Самое классное, то, что здесь есть, это... Так, грозу мы вырубаем. Это вот именно 8 каналов управления. И вот в графике точки, какие захотели бы поставили, это все визуально понятно. Выбрали точку. Выбрали, допустим, спектр на нее. Вот такой вот дневной. То есть, дневной будет, грубо говоря, вот так вот выглядеть. А вечером я, как правило, ставлю, ну, наверное, вот что-то подобное. Ну, может быть, даже зеленый и вот этот вот убираем. Кислоту он выдает знатную. То есть, картинка да, очень прям да. Мне нравится определенно. То есть, настройка. Все понятно, все просто. Ты выбрал какую-то точку, накинул на нее спектр, сохранил. И на этой точке такой спектр остается. Добавляешь еще одну точку, допустим. Вот, плюсиком добавляем. Тапнем куда-нибудь вот сюда вот. И добавим точку сюда. Вот мы добавили. Сохраняем эту точку. Сохранили. Вот у нас точка появилась. С определенным спектром. Все. Мы выходим. Мы выходим. Все. У нас график сохранен. И тут он у нас показывает, то есть, какой канал сейчас, насколько работает. Все просто, понятно, красиво и хорошо работает. Ну что, друзья, перейдем к достоинствам и недостаткам этого светильника. Да-да, недостатки у него тоже есть. Достоинства. Это крутейшая картинка. Да, она прям крутая под этим светильником. Не божественная, но крутая. Второй плюс. Это то, что у него классный софт. Он понятный. Никаких с ним проблем с подключением у меня не возникло. В нем есть готовые пресеты. Восьмиканальная настройка. То есть, спектр вы можете настроить, как вам заблагорассудится. И что у нас еще? Ну, из плюсов, по-моему, все, да? Из минусов. Нету в комплекте подвесов. Второй минус. Ну, это, соответственно, цена. Да, сантиметричек дороговато. Третий минус. То, что он может, если его высоко подвесить, он может бить по глазам. То есть, световым потоком он немножечко так напрягает. Но это тоже решаемо. Можно установить диффузор на этот светильник. Можно распечатать шторки на 3D принтере. Я тоже у кого-то видел. Так что, если вы меня спросите, могу ли я рекомендовать этот светильник к покупке, ну, на самом деле, это будет довольно глупый вопрос. Определенно, да, это крутой свет. И, скажем так, если вы можете себе позволить светильник в этой ценовой категории, то определенно, да, вы, мне кажется, не пожалеете. Хотя есть люди, которые купили этот светильник, попробовали и что-то сказали. Ну, нет, я хочу что-нибудь другое. То есть, восприятие у всех разное. Кому-то он подойдет, а кому-то нет. Выбор всегда остается за вами. Покупать или не покупать. Я лишь рассказал достоинства и недостатки этого светильника. И сделал коротенький обзор на него. Если вам понравился этот светильник, вы можете купить его в магазине Эко Риф. Ссылочка на него где? Правильно, в описании. Ну, а мы с вами, как обычно, увидимся в следующем видеоролике. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте ваши комментарии. Всем пока!